Рома хочет поснимать, поэтому за рулем опять его инструктор, который решил Рому прокатить по скалу немножечко. У нас, в принципе, вот эти скалы рабочие, по ним вполне можно прокатиться. Я думаю, что это будет на пользу и фильму. Контенту огню. Да, Рома? Рома, прокатить тебя? Друзья, Рома летает первый день в жизни, летает в пятый час. Это безмонтажное видео будет опять очередное, на сколько получится минут. Называется, как прокатиться по скалам. Красиво. Вот у нас наш красавец Пендебюр. Освечение сейчас чудесное. И мы сейчас поищем этих не ослов горных, а козлов. Посмотри, Рома, здесь внизу живут горные козлы. Они очень любят прямо на эти полочки стоять. Представляешь, если ты присмотришься, может, ты козлов найдешь. Козлов, в принципе, в жизни не интересно искать на таких. Вон стоят. Есть, да? Вот вон один тут. А, нет, подожди, нет, нет, это дырка. О, я уже думал, ты козлов нашел. Ну ладно, на обратном пути будет лучше видимость. На обратном пути козлов лучше найдем. А мы по этому хребту двигаемся. Там, видите, красиво облака висят. В принципе, ветер подходящий, теоретический склозный хребет может работать. Посмотрим. Моя задача прокатить Рому, потому что он это заслужил. Он летает уже пятый час и летает прекрасно. Мы про него фильм сделаем. Как летает парапланилист? Первый раз в жизни. Сейчас уже, конечно, некоторая усталость на него накатилась, что неудивительно. В первый день редко кто у меня больше двух часов летает. И поэтому он недавно набрал очередные 2700 метров. И сейчас награжден покатушками от инструктора вдоль страшных скал. Видимо, сейчас хороший, а свет прям такой прекрасный, поэтому... Я не открывается вот эта скала. Не помню. То есть самый высокую скалу не помню? Слушай, забыл. Вот вылетел. Если б ты спросил, не спрашивал, я б тебя назвал. А так как ты спросил, я забыл. Это бывает. Я даже вспоминать сейчас не хочу, потому что лечу. Я с вами сейчас пилотированием, причем лихим. Вот наш планировочек учится. Вот ветер нам практически параллельно к репту, поэтому... Долго я здесь, конечно, не продернусь в режиме юго-го-го-го. Но сколько-то смогу. Хотя, смотрите, поднимает нас. Ой, впереди скала. Но это я больше на публику, друзья. Конечно, я ее вижу. Снизу какие две острые скалы. Оп, посмотрите. Здесь живут птицы. И еще немножко снега. Какие пещерочки красивые. Какое все зеленое. Какое все тревожное. Во, птица прошла. Вот здесь вот во всех скалах живут птицы кабунами. Вот. И когда ты видишь птицу, которая летит рядом со скалой, ты понимаешь, что до скалы еще далеко. Хотя Рома... Нет, для параплана бы сейчас это место было... Отличное. Идеально, да? Парапланиристы очень любят по этой системе ходить. Мы сейчас, если наберем здесь, слетаем к парапланерному стартику одному. Друзья, вот это мне место очень нравится с зеленостью. То есть, все такое красиво-зеленое. То есть, контраст вот этих острых скал, красивых, вдоль которых я вам сейчас набираю высоту, и зеленой травки. Я почему так медленно разговариваю, очень тяжело, потому что я... Чтобы вы не думали, что я тут раздолбайничаю, я сконцентрирован, будь здоров. Потому что набор очень тяжелый. Скалы очень острые. Вот. И... Как бы нам не хочется хулиганить. Нам хочется и дальше вам снимать контент огонь. Какую я плюху взял классную. Вот. Разворотик сейчас. Рома, видишь, зачем нужно уметь хорошо пилотировать? Чтобы плотненько разворачиваться и успеть вернуться к скале. Видишь, я не успел. Какой-то неудачный разворот я сделал. Давай еще раз разворачиваемся там и сделаем более плотно просто бальше. Ну, попробуем сейчас. Видите, уже меня курсант учит и так. Давай вот так, товарищ. Мы бы просто потеряли все, и потом в повороте. Конечно. Товарищ инструктор, давайте-ка вы это... Соберись, тряпка. Работай как человек. А не как двоечник. Почему ты не хочешь дальше пройти? Не хочу, Ром. Ну, потому что тут контент огонь. Эта скала красивее. Понимаешь? Да. То есть у меня не задача набрать высоту. Я ее, если нужно, наберу. Моя задача попугать, Глубок уважаемых любителей планерного спорта. Показать им, как тут страшно. Чтобы они меня больше любили и уважали. Говорили. Вот. Посмотрите. Наш мечтатель летать. Титановые яйца. Понимаешь? Ну. Оп. Оп. Видишь? В принципе, мы работаем неплохо. Сейчас бы нам только плотненько развернуться. Там, видишь, планер нас обогнал один. Уже улетающий откуда-то. Где такой максимальный энергичный разворот. И ге-гей-гей-гей-гей. Черт. Позор. Ну, смотри. Мы немножко повыше встали, да? 496. У меня было 420. Ну, что делать? Вот так вот. Что могу? Опять проплывает острые скалы, друзья. Ворчит на меня мой ученик. Говорит. Летать не умеешь. Лошара. И так далее. Ну, я с ним не согласен. Я ему могу сейчас дать ручку, только боюсь. Я бы дал ему ручку поучить его. А ну-ка, давай-ка покажи, как надо. Но, честно говоря, я на такой подвиг еще не способен. То есть, ты сейчас боишься за себя? Я боюсь, да. Что я буду дать тебе управление, и ты нахуливанишь. Не, ну, на самом деле справиться тяжело. Даже вот честно скажу, что я набираю через пень колоду, и мы летаем у этого склона просто потому, что это красиво, и плюс я еще, знаешь, как называется, зарубился. То есть, мне интересно сейчас даже спортивный азарт. Смогу я сейчас выбраться выше склона или нет? Ну, я считаю, что я смогу. Да, но ты видишь, чего это стоит? Стоит сжатых ягодиц плотно. Да, ну, вот так вот мы тут летаем. Нам помогает западный ветер, не очень сильный, но рабочий. Сейчас, если мы здесь плюсики развернемся, будет вообще шоколад. А помнишь, мы проходили, вот там были эти острые скалы, вот куда крыло сейчас показывает? О, да, мы так лихо уже набрали. И вот сейчас мы перестали высоту терять. У нас были не скотники перед этим, да? Да, сейчас минуса исчезли. Ну, вот сейчас мы опять начались. Ну, смотрите, друзья, штурмуем эту вершину. Видео будет безмонтажное, называется «Штурм вершины». Умение филигранно работать в скал крайне важно для пилота. лихо. Вот, сейчас мы плюсики развернутся. Плотненько так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. О, вот так, да. Вот, и мы уже почти-почти-почти-почти-почти-почти. Почти-почти-почти-почти-почти-почти. Взять вершину – это задача. Как это? Здесь вам не равнины, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом льёт камнепад. Эй-эй-эй-эй! Я всегда думаю, что альпинистам надо столько времени Бедным, чтобы забраться на эту вершину А вот таким раздолбаем, как мы Чих-пых, и все Не обидно ли это, друзья? Нет ли в этом какого-то Подвоха Подвоха и дуализма Ну, у каждого А, это я переставил триммер так Перестрелил А ты испугался, что на что-то Нет, не испугался, я не понял Сначала я понял, что что-то делает Я триммер переставил щелчком Вот мы уже выше пещер Уже почти, друзья, посмотрите С каждым проходом Я чуть-чуточки энергии Цап-цап-царап Цап-царап, ну вот с этой педали мне дай полностью Куда ты ноги поставил? Шопный Предлокирует мне управление змеи Представляете, друзья, в самый ответственный момент Взял, наступил на педали Я могу ручку подержать с тобой Не надо ручку подержать со мной Вот так у нас, друзья, на борту весело Веселые и неупрежденные обстановки Происходят Вот сейчас бросил очень сильно под правое крыло Долбануло Полукрыло долбануло потоком И реально бросило на склон И то, что у меня скорость 130 Реально спасает, потому что можно дать полностью ручку Ну что, мы его почтили? Да, правил планер сохраняет управление Видите, на вершине этого холма Какие-то там Эти самые артефакты Происхождения Человеческого Вот, и уже 2736 у нас высота В принципе, проходим Должны пройти над вершиной сейчас На обратном пути, скорее всего Да, видишь, слили на развороте Черт, уже ниже опять вершина Ну, какой-нибудь скотняк мы поймали А, ты посмотри Видите, друзья, все с переменным успехом То плюс, то минус Здесь мы точно явно выше вершины Ну, видишь, как-то здесь поток живет Вот как-то вот так, криво Йоооо Ах, ягодицы сжимаются Сжимаются, да? Это хорошо Да хорошо Оп, сейчас точно должны Должны мы пройти Выше вершины И, наверное, как только пройдем Пойдем отсюда То есть, я, честно говоря, под это Под устал Слишком высокий уровень турбулентности Не знаю почему Ветер вроде не сильный Но Да Эй-эй-эй-эй-эй-эй, друзья Вот она, вы взяли вершину Ю-ху Ну, погнали Погнали по хребту теперь Погнали Скажи тогда, какая же управление Хорошо, я сейчас промчу здесь Максимально весело Скорость 180, друзья Максимально весело мы летим По этому крепчику Максимально близко Теперь планер очень хорошо контролируется Я ничего не боюсь Вообще ничего Эй, где-то Сейчас мы рядышком пройдем Чего ты боишься? Не ругаться матом Прямой безотрывный ролик Я же не могу тебе Вот парапланирист, друзья Обошли сзади, чтобы не пугать Слушай, честно скажу, как он здесь не обкакается Ой, как Как сказать, по-культурне-то Блин, страшно, трясет-то сильно Посмотри, как он смело летит-то Вообще ничего не боится Друзья, парапланиристы это просто кони огни Видели, как нас трясло? А ведь он туда летит, где нас трясло И еще, может, даже высоту там будет набирать И ветер вроде как не сильный На уровне турбулентности очень высокий Вообще смелый чувак Да, молодец Давай мы еще разочек над ним пройдем Пугать мы его не будем Очень я уважаю парапланириста, друзья Ибо сам парапланирист И вот Рома тоже парапланирист И все мы Немножко опыт имеем В парапланиризме Помахали ручкой Отлично, полетели дальше Парапланиризм, как я уже говорил Но в этом ролике этого нету Ух ты шьё, они табунами летят на нас Посмотри Я тебе обещал старт парапланиристы показать Ну вот Он впереди А с этого старта Как раз ребята-то и ушли Вон, один под облаком крутит Другой еще как-то крутит Будь внимателен, потому что Их может быть много И вот по этому хребту Мы двигаемся в сторону Гренобля Забираю Рому ручку 150 И я покажу Глубокуважаемым любителям Летных видов спорта Как летает парапланирист На шестом часу обучения То есть мы летаем сегодня с утра Вот Рома 6 часов уже за рулем И смотрите, как хорошо летает Даже в предыдущем Вот, недавно учил меня летать Говорит Не так ты крутишь, товарищ инструктор Не туда поворачиваюсь У Ромы большой парапланерный опыт Достаточный И это, конечно, способствует Начиная с того, что выносливость большая Вы видите, он уже Шестой час, это все-таки тяжело Его немножко прикачало на первом часу Но потом я передал управление в потоке Рома, скорость, Рома, скорость Только я тебя хвалить начал Скорость Я видел, как ты на скалу смотришь И забыл про скорость Двигаемся пока по прямой Чуть прикачало, но потом попустило И сейчас все хорошо Вот, видите, катаемся По склонам вместе с парапланеристами Продолжаем красоты вам показывать Я сейчас ручку взял Вижу Я ручку взял Пройдем рядышком И давай, смотри, вот эту скалу еще посмотрим Она в ротере, я рулю сейчас Да, моя ручка Потому что я в скалы лететь пока тебе не доверяю У нас висит камера 360 На такой длинной палке Не знаю, там видно, не видно О, смотри, сверху там станция какая-то погодная Ну, не идет Да, отсюда открывается чудесный вид на озеро Вот если сверху фотографировать Вот эта скала такая, представляете И вот дальше Вот он вид на озеро Ну, хочешь, летаем вот под на это облако Пощупай, может, тут поток есть Какой? В ротере мы Не, не будет здесь хорошего потока Возвращаемся, друзья Так Рома берет ручку Опускает нос Давай И разгоняет до 180 планер Поехали Да, сейчас надо перейдернуть на ветреную часть крипта И будь внимательна Вот тут как раз впереди старт Где парапланетисты стартуют Да и в сегодняшнее время Это Нурбулит так А? Да Как раньше Ну, сейчас, слушай Сейчас не настолько сильный ветер Сколько, скорее всего, какие-то срезы ветра есть Потому что, может быть, сверху ветер сильный У нас всего лишь 15 метров час будет 17 То есть, не настолько сильно, чтобы Так ковыряло, как нас ковыряет Хочешь только лет назад вернуться? Нам куда? Нам направо Сзади Гренобль На Гренобль хочешь посмотреть? Вот это? Да Я взял ручку Смотри, вон Снизу параплан Вот раз Видишь? И теперь взгляд переводим Да, параплан желтый Да Переводим взгляд налево Я тебя на их старт покажу Откуда они выпаривают Где у них тут кто? Смотри, слева Крылом буду показывать Смотри Оп Видишь, полянка Лысина такая Зелененькая Да И вот там куча табуны парапланов Вот оттуда они и стартуют Они стартуют, поднимаются по хребту Выпаривают И дальше по всему этому хребту летают Офигенное парапланерное место Но под текущую погоду, конечно На мой взгляд, тяжеловато Ну вот как-то мне бы было бы страшно Ну, да у них ветер из-за спины сейчас Нет, это врет наш прибор Моя ручка Не же бурши ручкой Моя ручка Вот, с левой стороны видишь Три озера Цепочка озер Слева 90 Крылок, перед крылом Слева, не справа Сен и солома Видишь, три озера За ними город Это город Гренобль Вон там Да, вот это Гренобль Вот так тут все у нас красиво Ну вот теперь Забирай ручку И попробуй левый 180 И вернуться по хребту На ту страшную гору С которой мы начинали Теперь уже ты будешь возвращаться Будь внимателен Табуны парапланеристов летают Большие И можем Братьев наших меньших Да, давай-ка Разгони-ка планер мне до 150 И прижимайся к рельефу Прогуляйся Поднимать тебя особо не будет Но, по крайней мере, это будет весело Полетели домой Полетели? Ну давай сейчас Вот, смотри Вот оно как вдоль склончика идет Вот, сейчас Возможность Пройти вдоль склона На высокой скорости Позволяет Не намирать там больше То есть если мы пойдем долиной То нас ольет И мы не долетим до дому А если лететь близко к склону Видишь, минусов нету То есть не настолько сильный ветер Да, вижу Не настолько сильный ветер сейчас дует Чтобы Нас подымало Но По крайней мере, не терять мы можем Даже вот, видишь, сейчас поднимают Но для этого нужно близко лететь к склону Но как ты вначале летел Не подходит под этот сценарий Понятно? Ну я тебя покатаю немножко Ты и так, суть, наработался Все-таки Красиво? Очень Дей-дей-дей-дей-дей-дей Оп Ну вот так, друзья Планер Потряхивает, конечно, необыточно Так планер несется Простите, что у меня качество съемки страдает Снимаю с руки В головку ворки все сели Снимаю телефоном Наш любимое безмонтажное видео Поэтому нас И нас трясет А посмотрите, там вот Блин, на фоне Вот этого рельефа страшного Барапланилист Но ведь это ж, извиняюсь От кокатушки Ой Вот смелый парень где Это мы тут А глянь, сколько их еще наскладят Они работают Красота какая, друзья Вот мы вам еще Парапланчики засняли Удачно Вот они здесь все выпаривают Я не видел на чем? На чем? На инвалидном везде Да? Правда? Слушай, давай пройдемся Я не видел Слушай, ну вот, да Европа, пожалуйста Тебе Росавиация бы сказала Да вы что, парни Так они на планерах на инвалидных В колясках летают Спокойно проходят Медкомиссию и так далее А у нас Вы попробуйте ВЛЭК пройти Ладно, там В коляске Вообще шансов никаких Мы не создаем Ну, я сейчас Аккуратненько Подальше Да, смотри-ка Точно колясочник летит, друзья Вот это да В таком месте, чтобы вот Здесь здоровый-то человек Обкакивается На планере Здесь на планере-то страшно Видите, как мы Мы казали Слушай, казалось, что мы с тобой Мужественные Да, в начале ролика? Ты так мужественно Выкарабкались Выше этого хребта А потом пролетели Парапланиристы И сделали из нас котлету Вот, друзья Вот настоящие полеты Где Чувствуешь Я когда летаю Я любил летать Вот видите, у меня В шортах я всегда летаю А на параплане я летал В шортах Потому что Когда теплый поток приходит Он обнимает ноги Таким теплом И волосинками Ты чувствуешь прям Вот этот ветер Вот все вот И даже выходил слух Что если его около побрить То он летать теперь перестанет Как дать коту усы сбрить И он тогда нюхать перестанет Что-то чуять Так вот и мне Но я не давался Я спал чутко Никто меня побрить не смог Поэтому теория пока не проверена Фух Рома, я что-то подустал Как тебе идея домой полететь? Поехали Но время уже шестой час Пока прилетимся Беремся Да, надо еще за пивом съездить А то у нас только малиновая Непорядок это Да Ну смотри Мы до дому долетаем С превышением 195 метров Поехали Ну давай попробуем Долететь до дому Красиво И офигенно Друзья, попробуем Сейчас сделать вам Продолжение этого ролика Мы сейчас от дома В 28 километров До точки Вот Вот Биг Дебюр Летать как вы видите Еще можно Но Рома Честно говоря Для первого дня И так перебрал Сейчас попробуем вам Показать Козлов Еще раз Откуда мы начинали Съемку мы даже не начинали Вот место с козлами А Как раз да Начинали мы На козлах Видите у нас видео Последнее время пошли Безмонтажные кольцевые Мы вылетаем из какой-то точки И в эту же точку прилетаем Мы Подойдем к этому склону Ветер у нас вдоль склона Подъема здесь никакого не будет Но будет красивый пролет И если вы будете внимательно смотреть У вас шанс найти на склоне козла Козлов много Они почему-то любят этот склон Больше всех И прям реально Сидят вот здесь на этих скалах Я их много раз уже видел Больше козлов нигде не видел А здесь видел Вот на вот этих почти отвесных скалах Тусуются здесь то ли трава какая-то особенная То ли что им тут дают Ром смотри внимательно Вдруг повезет с козлом Нету? Сволочи Где попрятались? Вот лазят Я не представляю как козел Вот видите какие здесь Может быть трава Черт его знает Может особенно вид травы растет Но козлы здесь Козлы здесь Упитанные И славные Ну Мы дальше продолжаем наш полет Да Следующая наша вершинка Вот мы этот перевальчик впереди должны перепрыгнуть И тогда у нас открыта прямая дорога к аэродрому Иначе если мы не перепрыгнем перевальчик Видите с правой стороны отрок И вот длинный нам придется его обходить На этом мы потеряем какое-то количество высоты И вот смотри Те 200 метров которые у нас есть в запасе И пассажирет И нам придется еще высоту набирать Ну мы вроде идем хорошо Смотрите здесь как прикольно Можно я завтра пошалим вот в эту дырочку Я люблю летать на планере И я честно говоря думал что я один такой А Клаус оказывается тоже любит Мы вдвоем с Клаусом летали И он в эту дырочку уже Там жар Там провода Но выше проводов мы летим Отлично нас придержало Когибет перевал мы прошли Красотища Тень нашего планера скользит по земле Ну и смотри Впереди на удаление 22 километра наш аэродром Давай-ка твоя ручка Да Скорость 160-170 И летим вперед Вот так друзья Я показал вам как мы Фактически долетели до аэродрома Префицит высоты 340 метров То есть вы понимаете что мы Точно туда долетим С левой стороны остался пикбидур красивый На котором еще есть погода Но нам она уже не нужна С правой стороны у нас Ну вот долина Реона Какая-то там гадость Как будто фронт висит Неизвестно какой Ну а мы скокольника скользим С небесной горки Спускаемся вниз И я засниму посадку потом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот смотрим по колдуну ветер южный Берем поправку что ветер южный Шасси у нас уже выпущено Значит мы будем садиться Против ветра Да все у нас будет хорошо Ну вот имитируем что у нас Нас типа затянул самолет на круг Вот Выполняем первый разворот Я тебе ручку отдал Выполняю первый разворот 90 градусов направо Поехали Скорость только 120 Нос отпусти немножко А то мы сейчас Долетаемся Уже долетались Камера отвалилась Я взял ручку 90 градусов в полосе Спокойнее немножко Вот Теперь проверяем Делаем второй разворот Давайте все-таки тебе Первый раз покажу И годычка Сразу же сколько информации Сейчас идет параллельно полосе Я потрогаю ручку шасси Беру радиостанцию И так вкладываюсь Сердума 19 Родал Я проверяю воздушные тормоза Что они у меня есть Вообще работают И двигаюсь На крыле Посмотрим Сейчас вылезет Вот Двигаюсь Параллельно полосе Делаю Так как не хочу далеко от аэродрома Отходить встречный ветер Разворот чуть раньше Четвертый И сейчас Надо попасть на ось полосы Высота меня устраивает Там я Где-то как раз 150 метров Выполняю Разворот четвертый И смотрю попал я на ось полосы И еще нет Оп Попал Ну это знаешь как Большая практика Выпускаю закрылок На лейдинг Уберю 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 Немножко снижение Вот смотри Видишь Интерцепторы Посмотри на них Или на треть выпущены Это считается идеальный вариант Когда у тебя Треть это половина эффективности Вот сейчас мы на половине эффективности Идем В точку Чуть раньше колдуна Там сделаем выравнивание Потом выдерживание Коснемся в районе колдуна Сейчас я немножечко украл Торпоза Чтобы подтянуться поближе Вот сейчас буду делать Выравнивание И выдерживание Ну чуть-чуть Не довыдержал Коснулись Ну это не страшно Так как скорость уже низкая Дальше катимся по полосе Проверяем тормоза гидравлические Что они работают Чтобы мы не забодали Собственный прицеп Когда к нему сворачивать будем Катимся Все спокойно Катимся 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 Сейчас будем съезжать Сейчас я ногой Левой педалью Поворачиваю плаер А ручкой удерживаю Чтобы не было крена Аж плаер пытается При водовороте Какой-то крен создать Если мы крылом Сейчас зацепим за землю Мы конечно сверху не сделаем Но Нехорошего тоже мало Тормоз? Ну да конечно Вот Смотри Раз Как я остановил У вас? Тормоз на этом самом На колесе На воздушных тормозах На головой ручке Есть в конце В конце тормоз гидравлический Ну вот так друзья Глубоко уважаемые любители Летных видов спорта Так мы славно слетали Я более чем доволен Мне кажется Рома тоже доволен Рома ты как? Покажись Покажись Я прекрасно Ты доволен? Ой Все довольны? Посадка произведена точно Ну 20 сантиметров Не доехали До тросика Ничего страшного Отличное получилось Видео Отличное получилось Надеюсь Мне например понравилось Его сегодня снимать Надеюсь вам понравится смотреть Так что Агегей До новых встреч Будем что-нибудь опять придумывать Всем пока Всем пока Агегей